Приветствую вас, товарищи Невоводы! Давно хотел сделать то, что, наверное, и каждый Невовод хотел бы сделать, у кого имеется силовой бампер или установлена лебедка. Как видите, у меня установлен силовой бампер, есть тоже полноценное видео и установлена лебедка. И в некоторых случаях приходится вытаскивать какие-то автомобили с грязи или с песка. Про что пойдет видео. Наконец-то сегодня у меня получится отдать автомобиль, чтобы обварить лонжерона. То есть есть усилители лонжеронов, это все срезается, вот эти домики срезаются. Дополнительно приваривается пластина 3 мм, тем самым усиливаем лонжерон. Вот представьте, вот это вот все навесное висит, в принципе, вот на этой части. Основная часть, которая со временем не ест и, возможно, может поломаться. Дабы это предотвратить, сейчас покажу, что я прикупил. Вот пришла, уже лежит давно, еще даже не вскрывал, заказывал на озоне. Упал в начале лета, так все и лежит, и времени нет, как и у многих из вас. Итак, вот он комплект. Стоит из двух пластин. Ложатся на лонжерон и обваривается поточно. Убирается там грунт, убирается антикор, прислоняется и обваривается. Варю сам электродом, но электродом варить как бы не с руки. Поэтому договорился сегодня с Артемом. И большую часть, наверное, видео будет, или фото, он снимать по факту. То есть покажет вам состояние лонжерона, что в автомобиле 5 лет, сгнил или не сгнил, потому что он будет этим заниматься. Думаю, весь этап как бы по фото, наверное, буду выкладывать. Толщина металла. Так, это вот домики. Все это, блин, ну это толстый, миллиметров 5, наверное, вот эти домики. Как надо все ставится под тормозные трубки, под шланги. Все это приваривается полностью. Комплект полностью есть. Сама пластина, как заявлено, было 3 миллиметра, но так оно и есть. 3 миллиметра здесь присутствует. Здесь, получается, нужно будет снять верхний рычаг. Затор надо будет, потому что домики срезать надо. Вот эти самые кронштейны. Вот тормозные трубки тоже все это срезается. То есть работа так-то прилично. И здесь у меня автомобиль был обработан антикором. Тоже все нужно будет зачистить. Обратился к Артему, потому что они занимаются сварочными работами. Намного лучше и надежнее, когда человек этим занимается каждый день. Поэтому сейчас сдадим автомобиль, посмотрим окончательный уже этап работы. Приехал я в студию выхлопа. Занимается профессионально электросваркой, где можно будет заварить. И вот Артем будет у нас все это устанавливать и варить. Доброе утро. Жду такси и поедем за автомобилем. Знаю, что Артем работал ночью. Буквально мне в 9 утра написал, что Виталян, приезжай, забирай машину. Настало утро. Приехал за машиной. Машина уже готова. К Артему еще не заходил сразу для себя посмотреть, но и вам показать. То есть вот пластину приварили они, получается. Домики приварили. Ну, смотрите, все прям круто сделано, круто. Артем, конечно, молодец. И с этой стороны смотрим, как тут у нас. Здесь можно домики, ну, варить. Можно опустить, чтобы амортизатор больше ходил. Можно поднять. То есть, когда все обвариваешь, уже можно сделать так, как лично тебе хочется. Друзья, ну все, ночь прошла. Артем всю ночь нам варил. Ну, и сейчас расскажут, что получилось. Давай-ка расскажи по лонжеронам. Какое состояние было? По лонжеронам? Ну, были наружные рыжики. Болгаркой счистили. И металл там был. Ну, как новый. То есть трещин как бы не было, да? Нет, трещин никаких не было, ничего не было. Где рулевая маятник крепится. Там тоже трещин никаких не было. Все было четко. Все зачистили до головы металла. Установили усилители, подогнали по месту их. Ну, собственно, обварили, все обработали. Будет ездить долго. Вот этот вот, который комплект я привез себе. Он все подошел. Я заказывал его на зоне. По металлу не обманули, что там троечка была, да? Все нормально, все четко. То есть, как бы проблем не было с этим, да? Есть небольшие нюансы, но это мелочь. Бывают комплекты, у них вот эти домики под амортизатор, они, ну, то есть, под них специальные места есть. То есть, вставил, и он стоит жестко. А этот пришлось подгонять. Ну, в принципе, ничего сложного. Все подогнали, все поставили. Как это все проваривается в среднем? Проваривается как? Потому что здесь дырочки, точки вообще. Как это все делается? Ну, опять же, как и говорил, зачищается до головы металлом. Вот, накладывается лист. Вот тут, видишь, мы его подгоняли, отстукивали. То есть, по форме кузова, по форме лонжерона придавали. Ага. Стягивали его вот этими болтами. Вот, чашка опорная. Ага. Стягивали вот здесь тремя болтами. И, ну, вот, видно, вот, выпуклые места. И это как раз-таки те отверстия в этих пластинах. Через них обваривали, то есть, переваривали непосредственно к самому лонжерону. Тем самым получается крепкая конструкция. То есть, он обварен по всей длине. То есть, от низа, вот, самая крайняя точка, и до самого начала. То есть, он по всей площади обварен. Понятно. То есть, у нас и левая, и правая сторона, как бы, все нормально. То есть, за пять лет никакого нюанса там, то, что проржавело или как-то, ничего нету, да? В сквозной коррозии были маленькие очаги, но они счистились, как ты говорил, болгарка, и металл чистый. Понятно. Ни дырок, ничего нету. Но на Нивах это нужно делать именно, когда у тебя навесное в основном, да? Когда лебедка. Когда лебедка, да. Если просто кататься, я думаю, как бы, это не стоит, да? Я тоже так думаю. Если, опять же, лонжероны целые, и навески никакой на морде нет, тяжелые, большого смысла в этом нет. Я тоже так считаю. Я это сделал только из-за того, что приходится кого-то вытаскивать. Конечно. Да. У тебя нагрузка идет за счет того, что лебедка тянешь на лонжероны. Вы усиливаете нагрузку, и надо усилять. Ну да. Ну все, спасибо. Пожалуйста, обращайтесь. Кто хочет усилить лонжероны в Оренбурге у нас, или в ближайшем населенном пункте, можете обратиться к Артему. Номер телефона его оставлю. Звоните, договаривайтесь по времени. Номер телефона в описании будет. Если будет какая-то сквозная коррозия, мы эти очаги коррозии убираем и вставляем из металла рем-вставки. То есть, вырезаем полностью, делаем рем-вставки, и уже потом сверху прокладываем усилитель на лонжероны. Просто человек занимается, умеет варить. Все под рукой есть. Ежедневно это его работа. Кому нужно, звоните, обращайтесь. Подводим итоги. Забрал автомобиль, пообщался с Артемом. Они начали заниматься моим автомобилем в 3 часа ночи. И вот до 9 они работали. За что им большое-большое спасибо. Конечно, хотелось бы, и я просил Артема, чтобы он поэтапно снимал видео или делал фото. Но он говорит, Виталян, извини, работы много. Поэтому, говорит, не удалось снять фото или видео. Артем, в принципе, все рассказал о состоянии нашего автомобиля. За 5 лет лонжероны чувствуют себя в нормальном, хорошем, в идеальном, наверное, состоянии. Никаких лопин, никаких трещин. Он говорит, я не увидел. Доверяю Артему я как себе. Знаю Артему, вместе катаемся тоже не во вод. Поэтому доверяю ему 100%. На этом, наверное, ролик будет заканчивать. Пишите в комментариях. Будет интересно почитать, кто обваривал, кто усиливал лонжероны. У кого, в каком пробеге лопнули лонжероны. Потому что я много видео смотрел. У многих лопины начинают лопаться низ от нагрузки или от старости. Я не знаю почему. Но у меня все было нормально. Поэтому пишите в комментариях, у кого, в каком состоянии находится лонжерон. Напомню, у меня Нива 2018 года, ноябрь. То есть, сейчас 23 лет автомобилю. В принципе, сами видите, в каких условиях я реклуатирую свой автомобиль. Длинная база. И катаемся, и прыгаем иногда. И вытягиваю автомобили. Помимо этого, езжу я на разного вида эвакуации. Особенно весна-осень, когда люди застревают. Звонят мне по авито. Приходится ездить и помогать людям. Ставьте лайки, подписывайтесь. Есть телеграм-канал Нива 007. Переходите, пишите. Нас, Нивоводов, там очень много. Подскажем о ремонте вашего автомобиля. Возможно, вы нам что-то подскажете. Все, пока. Телеграм-канал Нива 007. Телеграм-канал Нива 007. Телеграм-канал Нива 007.